Привет, дружище! Нет времени для умопомрачительно долгого вступления. Ты просто усаживайся поудобней, оботри свои пельмешки сметанкой, поставь княжеский лайк, ребятушки, и погнали! Есть сегодня новости, которые нам стоит обсудить. Но перед этим, конечно, хотелось бы вам, знаете что? Показать очень хорошего человечка, которому нужна ваша помощь и нужна, что самое главное, поддержка. Смотрим, когда вы пролицезреете данное видео, можете перейти по ссылочке в описании и перейти на канал Смертник Сан. Это не особо коммерческое объявление, вот. Просто помогите парню, недавно начал стримить игры, проходит Escape from Tarkov, Valorant вот тут тоже недавно стримил, Red Dead Redemption. Перейдите, придите на какой-то стрим, посоветуйте, что как ему там лучше делать, дайте совет, какую игру стримить, еще что-нибудь. Поддержите парня, дайте ему ворваться в этот непредсказуемый мир стримов или стримов, не знаю. И что самое главное, его самый большой плюс, это то, что он не такой зажравшийся гондон и охреневший пидор, как я. Так что, ребята, вот, ссылочки будут в описании. Ну, а мы погнали по новостям, и новости у нас достаточно простые. Я вам уже на каком-то из стримов говорил о том, что, ребята, ребятушки, не стоит нам ждать какого-то умопомрачительного обновления с какими-то невероятнейшими локациями. Потому что я думаю, что разработчикам нужно как бы и со старыми локациями взять и, елки-палки, разобраться. И они вот буквально сейчас закончили с этой нарсией, да, и им ее по-любому нужно изменять, какие-то вещи исправлять, что-то дополнять. И как бы, ну, нам не стоит ждать чего-то как бы сверхъестественного. Но разработчики, походу, пошли по верному пути. Во-первых, гордость, вот прям гордость за наших русских комьюнити-менеджеров. Сегодня, к сожалению или к счастью, их засирать не буду. Потому что в коем-то веке, в коем-то веке в официальной группе, в официальной группе игры появились новости. Не через три дня после того, как о новостях узнала уже вся игра из-за того, что на Фейсбуке было все опубликовано, на английском Инстаграме, еще где-либо, кроме нашего русского контакта, да, официальной группы. Нет, они опубликовали чуть ли не самые первые новости. И, конечно, я, блин, могу им только респектовать. Но все равно я вам посоветовал бы перейти, опять же, по ссылочке в описании. Там есть ссылка на новостной телеграм-канал. И вы, ребята, точно там ничего не пропустите. Потому что, во-первых, там толковых новостей намного больше. И в первую очередь о том, что появятся новые герои. И какие эти новые герои будут, я узнал именно из клуба игроков, ребята Castle Clash. У кого телеграма нету, есть там ссылочка, должна быть, и на контакт. Есть и, как бы, там. То есть там без всяких вот этих вот тупорылых там розыгрышей, ста самоцветов, переходите, новости читаете, гайды смотрите. И все будет, ребята, хорошо. Ну и все. Че, давайте обсудим. Ёперный-то театр. Смотрите, смотрите, просто изи. Изи раз, изи два. Так, смотри. То, что мы видим слева, то, что мы видим слева, это так будут выглядеть герои, как я понимаю, да? Помимо... Так, вот это вот герои, да, слева? О, или нет, или да. Короче, блядь, вообще похеру, блядь. С этими, знаешь, скинами, с этими героями вообще плевать. Ну, как обычно, нам добавляют двух новых героев, ребят. И один донатный, другой бездонатный. Не знаю, смотрите, где они лучше выглядят. Без скинов или со скинами. Вот. Подробности майского обновления. Замка владельца, помимо доработок геймплея и изменения наград, в некоторых режимах в будущем обновлении вас по обыкновению будут ожидать новые герои и облики для них. Ну, что ж, спешим с вами поделиться изображением обликов гейша и галантный рыцарь. Ну, то есть слева это будут непосредственно так, таким образом выглядеть герои, ну, а справа это уже будут облики. Но! Самое интересное. Вот. Это не герои, а то, что разработчики написали, помимо доработок геймплея, изменения наград в некоторых режимах. О, боже! О, надо перекреститься. К ним пришло понимание, что нужно менять награды в некоторых режимах. Надеюсь, слово сочетание «некоторые режимы» не означает, что они поменяют награду только в одном режиме. Потому что по факту, по факту, если, ребят, посмотреть на игру, ой, то там дохера, где нужно менять награды. Просто далеко идти не надо. Вот. Давай, я включаю битву замков. Куда нам... Ну, давайте, вот просто подряд. Первая попавшаяся локация. Какая? Ну... Давай. О, битва гильдии. Смотри. Поменять награду надо? Надо. 3000 кулачков, что они там, когда как они дают, короче. Ну, мягко скажем, эта награда уже давно, ребята, устарела. Поменять надо. Дальше. Битва за факел. Чё, награды менять не надо? Поменять награду надо. Потому что, ну... Ну, серьёзно. То есть, ну вот, кому это надо? Там 900 кгшек максимум получить, 920. Вот. Идём дальше. Атака фартов. Атака фартов. Да. Атаку фартов. Награды поменять надо. Конечно, разработчики могут сказать, что, ой, мы же там недавно меняли, но то, что было недавно уже где-то, этому недавно исполнилось год, и игра настолько быстро обесценивает ресурсы. Вот. Всё с ног на голову переворачиваешь, что тут каждые 2 месяца надо награды везде просматривать и обновлять. Просто. В атаке фартов награды поменять надо? Надо. Дальше. У нас ещё появляется линия обороны. Да. Казалось бы, тоже недавняя новая локация. Награды поменять надо? Надо, ребята. Надо. Вот. И в какую локацию ты не плюнешь? Ну, как бы, в большинстве, в 90% случаев нужно поменять награду. И то, что они сейчас, наконец-то взяли и сказали, Йоу! Йоу! Меняем геймплей. Вот я не знаю, конечно, что они имеют в виду под изменой геймплея. Типа добавление очередных питомцев с талантами. Хотя, ну, это будет праздником, если они возьмут и не добавят питомца с талантами. Понимаете? Ну, и с чарами. То есть, я более чем уверен. Короче, если они в этом обновлении не добавят питомца нового, если они в этом обновлении не добавят чару новую, и если они в этом обновлении не добавят талант новый, то я делаю 12-часовой стрим, марафон, ПБЗ, не ПБЗ, хер его знает. Ну, короче, делаю 12-часовой стрим. Вот, я настолько уверен. Потому что они в любом случае, как обычно, обосрутся и добавят нового говна, которого, ну, мягко скажем, игроки не ждали. А оно нам не было нужно. Герои, да, там, как обычно, симпатичные. В 90% случаев они будут, как обычно, бесполезные. Ну, нам к этому не привыкать. Зачастую мы сейчас стараемся выбить героев не потому, что они каким-то невероятно непостижимым образом нам нужны, а потому, что просто их хочется получить коллекцию. Вот и все, понимаешь? Далее, что еще хотелось бы отметить. Отметь, хотелось бы то, что эта фраза, я надеюсь, которая, типа, поменять награду в некоторых локациях не означает, что они там через жопу поменяют реально награду где-то в одной-две локации. И, типа, вот, видите, мы не только двух героев добавили, но мы еще и теперь вам даем, помимо двух тысяч значков по счету, еще 500 кг-шек вот в той залупе, в которую вы уже давно не играете, понимаете? Вот, куда ни плюнь, вот допустим, лабиринт, лабиринт, во-первых, его стало сложно проходить, ну, то есть, я, конечно, уже давно не был, может быть, я не знаю, но его сложно проходить. И, как бы, лабиринт изначально, вот изначально, понимаете, это уже мертворожденная локация, только за счет того, что, камон, камон, вот награды, да, за первое место, 800 тысяч, 800 тысяч, ребята, синих кристаллов, и 600, мать вашу, кулачков, прикиньте, вот это невероятная награда лабиринта, вот просто, а она уже, лабиринт уже изначально, вот такой вот локации был, и все, и ты, грубо говоря, никуда не денешься, то есть, я не знаю, куда еще, ну, за пределе, да, возможно, как бы, там еще награда, ничего, да, там, бездонатные игроки кровавую мэри собирают, но, как бы, там геймплей надо как раз таки менять, если они поменяют геймплей в за пределе, поменяют геймплей в линии обороны, и поменяют там еще наград, ну, то есть, им как бы работы, работы, ребята, не початый кран, 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 понимаете, им будет полный кран. Они сядут на кран, грубо говоря, если они не будут заниматься теми локациями, которые они уже добавили. А именно оперативная смена ёлки-палки ребят, наград. Но мне не особо верится, что они возьмут как-то грамотно где-то, поменяют награды по той причине, что они даже казалось бы, на той вещи, где они зарабатывают, это именно базар ребята, они не могут взять и грамотно подбирать паки, чтобы людям хотелось бы это покупать. Потому что всегда пак этот через жопу суются эти кристаллы питомцев, суются всевозможные камни просто нахер никому не нужные для того, чтобы там объединять эмблемы, то есть, ну, камон просто, типа, кто там сидит? Вот это вот, вот что это? Вот оно мне нужно? Вот оно мне нужно? Нет, а джи-джи возьмите, засуньте это в жопу тому человеку, кто постоянно это просто добавляет во всевозможные акции, во всевозможные халявы, во всевозможные, не знаю, во что еще, базары, то есть, вот туда засуньте ему, вот этому человеку в жопу, кто до сих пор тупорылый деградант не скачал эту игру, не попытался в нее поиграть, но при этом решает, что будет продаваться на базаре, какие награды будут выдаваться. Я думаю, что на этом все, вам пожелаю огромнейшей удачи, ребятушки, даже не буду монтировать это видео, и всем пока.